Всем привет! Меня зовут Леся и вы на канале Леся Китчен. Сегодня я хочу вам еще предложить несколько идей для новогоднего стола. Это будут закусочки. Начнем мы с той, которая готовится дольше всего. Первая закусочка у нас будет мешочки из блинчиков с грибочками. Грибочки у меня лесные, здесь маховички, лисички и эти грибочки собирала лично я. Первым делом приготовим тесто на наши блинчики. Нам нужно 2 яйца, 1,5 стакана молока, 1 чайную ложечку соли, 1 столовую ложечку сахара и прежде чем мы будем засыпать муку, мы перемешаем эти ингредиенты. Сейчас постепенно начнем вводить муку. Половинку всыпем, перемешаем и добавим оставшуюся чай. Тесто у нас получилось. Оно достаточно приятной текстуры, не жидкое и не густое одновременно, то есть будут блинчики наши тоненькие и в то же время отлично переворачиваться на сковородке. Ставим сковородку на плиту, включаем максимальную мощность, немного вливаем растительного масла и при помощи кисточки размазываем. Также лишнее масло можно убрать при помощи салфетки, она впитает в себя все ненужное и останется ровно столько, сколько надо. Друзья, сковородка раскалилась, выливаем на сковородку наше тесто и распределяем по всей поверхности, чтобы сформировался блинчик. У меня ковшичек небольшой, поэтому у меня уходит практически целый ковшик на один блинчик. Вы ориентируйтесь на размер вашего ковшика. Так, блинчик подрумянился. Сковородка с покрытием, поэтому переворачиваются блинчики легко и просто. Жарю я на 12 из 14 возможных мощностей. Все, блинчик наш готов и так я поступаю со всем остальным тестом. Ну что, друзья, блинчиков мы нажарили, я думаю, что их здесь штук 15 получилось, не считала, честно скажем. И теперь мы займемся начинкой в наши блинчики. В этот раз масла немножко побольше нужно. Пересыпаем лучок. Ждем, пока лучок станет прозрачным, а далее немножечко зазолотим. Так, лучок наш зазолотился. И добавляем к нему грибочки. Грибочки посолим по вкусу. Обязательно добавим черного молотого перца. И под закрытой крышечкой протушим примерно 5 минут. Грибы у меня прежде были отварены и заморожены, поэтому долго термообрабатывать их не нужно. Следующим этапом нам нужно в грибочки добавить пару зубчиков потертого чесночка. Больше не стоит, чтобы не перебивал чеснок запах и вкус грибов. Теперь нашу грибную массу сливочки. Примерно 70 мл. Все тщательно перемешиваем и ждем, пока сливочки испарятся. Смесь наша немножечко погустеет. И теперь в самом конце я добавляю сыр. Ну все, сыр наш расплавился, соединился со всеми компонентами. Смесь обалденно ароматная, очень вкусная. Сейчас немножечко остудим и будем фаршировать наши мешочки. Друзья, ну а теперь давайте готовить наши мешочки. Я уже приготовила лук, потому что лучком мы будем их подвязывать. Также, как вариант, вам можно сделать вот такие вот бумажки с пожеланиями. Например, при помощи дырокола проколоть и также подвесить на наш мешочек. Ну или как-то с другой стороны. То есть вот так вот сворачиваем в трубочки и при помощи дырокола прокалываем и подвешиваем также. То есть, например, ваш гость будет брать такой мешочек и он уже будет с пожеланиями, будет достаточно интересно в новогоднюю ночь. Берем блинчик, переворачиваем его на изнанку, так сказать, и выкладываем нашу грибную смесь. Буквально пару чайных ложечек с горочкой будет достаточно. И теперь начинаем собирать. Начинаем волнообразно собирать. Вот так вот одна сторона, другой присоединяется, как хинкали, по сути. И у нас получится такой вот такой вот мешочек. И сейчас при помощи лука мы его будем завязывать. Вот так вот. И как раз на эту лучинку наденем наши пожелания. Вот так вот они у нас будут здесь висеть. Если не хотите, можете, конечно, этого не делать. Вот такой вот замечательный вкусный мешочек у нас с вами получился. С пожеланиями будет просто интереснее. Если не хотите, можете не заморачиваться этой темой и просто сделать вот такие вот мешочки с грибной начинкой внутри. Ну что, друзья, вот такие вот замечательные мешочки у нас получились. Напоминаю, что можно их сделать с поздравлениями или с пожеланиями. Тоже будет очень-очень-очень здорово. Надеюсь, вам эта идея понравилась и вы ей обязательно воспользуетесь. Следующее блюдо очень необычное. Это у нас будет рулет. Для рулета нам потребуется тунец в кусочках, салатик руккола и творожный сыр. У меня с зеленью он сразу же уже идет. И хлеб. Как бы ни казалось, это банально, но немножко удивительно кое-что для вас будет. Поэтому досмотрите ролик до конца. Для начала я достану кусочки пенца и отделю его от косточек. Пенец я отделила от косточек и совсем немножечко его разделила от больших кусочков на более мелкие. Займемся хлебом. Нам нужно его нарезать на пласты толщиной примерно 1 см. Мне нужно 2-3 пласта. Я сделаю 3, чтобы побольше рулетиков было. Так, теперь я с хлеба срежу все твердые части, то есть корочки. Так, друзья, хлебушек я отделила от корочек. Осталась только мягкая часть. И теперь я беру и наш хлебушек тонко-тонко раскатываю при помощи скалки, чтобы получилась такая прям тоненькая лепешечка. Во всех направлениях катаю, чтобы она и ширь и в длину увеличилась в размерах. Сырок я выложила и теперь на наши рулетики я начинаю раскладывать тунец. Это достаточно бюджетные рулетики. Опять-таки творожный сыр можно заменить плавленым. Но опять-таки все хорошего качества, потому что плохое качество очень сильно скажется на вкусе. Так, и теперь на выходе у нас, у нас Рудкола для зелены, для красоты, конечно, для вкуса. Сразу вам скажу, это итальянская закуска. Я ее подсмотрела в Италии и тоже захотела приготовить подобную закусочку. Ну а теперь начинаем наши рулетики скручивать. Они легко и просто скручиваются. И резать их нужно практически сразу. То есть не надо ждать там сутки, двое суток, несколько часов. Ничего это делать не нужно. Один рулетик скрутили и также будем скручивать остальные. Ну что, давайте теперь будем разрезать наш рулетик. Будем разрезать на полосочки примерно один сантиметр. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот такая вот красота. Главное очень быстро, очень легкая и очень вкусная. И так мы разрежем все рулетики. Вот такие вот у нас рулетики получились. Немножечко их присыпаем. Еще одни замечательные закусочки готовы. Самое главное, что они готовятся буквально за считанные минуты. 5, максимум 10 минут и закусочка готова. Не захотелось добавить яркого пятнышка. Это у меня болгарский перчик. Он очень хорошо пойдет в прикусочку к этим рулетикам. Друзья, еще одна безумно быстрая закуска, но вкусная неимоверно. Для фуршетного стола и подыгристый напиток просто идеально. Для нее нам потребуется крекер, красная рыбка, у меня семга. Вы можете взять хоть форель, хоть горбушу и для киту любую для вас вкусную рыбу. Главное, чтобы она была мыло-соленая. И творожный сыр. Также нам потребуется лимончик и зелень для украшения. Так на все крекеры. Сейчас на каждый наш крекер выкладываем по кусочку рыбки. И теперь к каждой рыбке добавляем кусочек лимончика. Теперь к нашим конопешечкам таким добавляем листик рукав. Такие вот замечательные конопешечки у нас получились. Они очень быстро готовятся, невероятно вкусные. Под бокал игристого вина для шампанского просто идеальный вариант. Обязательно приготовьте. Друзья, для следующей очень легкой закусочки нам потребуются листики салата, груша, сырок, колбаска. У меня колбаска сырокопченая. Она уже нарезана тонкими-тонкими слайсами. Потому что дома очень сложно так тонко нарезать. Так, и теперь из этого всего мы будем готовить конопе. Это будет замечательная закуска к игристому и не только. Сыр я порезала пластиками примерно 5 миллиметров. Грушу по такому же принципу тоже примерно 4-5 миллиметров. И сейчас нам надо грушу сбрызнуть лимонным соком, чтобы она не потемнела ни в скором разе. Также для этого блюда нам потребуются шпажки. Первым делом мне нужно вырезать углешочки в сыре. Можно при помощи стопочки. То есть все зависит от того, какого диаметра вы хотите, чтобы были ваши конопы. И так мы поступаем со всем сыром. Можно сразу несколько пластиков друг на дружку сложить и сразу разом вырезать. Вот такие вот замечательные пружочки. Теперь мы вырезаем грушу. Друзья, а теперь давайте собирать наши конопы. Первым делом мы как парус продеваем на шпажку колбаску. Теперь берем один листочек с палатиком. Теперь кружочек сыра. Кружочек груши. И опять кружочек сыра. И вот такой вот замечательный парусник у нас получается. И так поступаем совершенно со всеми ингредиентами. Вот такие вот замечательные закусочки у нас получились. Очень надеюсь, что моими идеями вы вдохновитесь и что-нибудь приготовите себе на новогодний стол. И не забывайте вешать пожелания, чтобы ваши гости были рады вдвойне вашим вкусностям и пожеланиям. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Желаю вам мира, добра, счастья и самое главное здоровья в Новом Году. А с вами была я, ваша Леся. До новых вкусных встреч. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok